Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу, запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Гипервизор позволяет виртуализировать сервера для управления IT-инфраструктурой, что позволяет консолидировать приложения, экономя при этом время и ресурсы. В данном видео мы рассмотрим гипервизор vSphere ESXi от VMWare. В основной пакет VMWare и vSphere входят два основных компонента – это ESXi и vCenter сервер. В этом руководстве я покажу как установить сервер ESXi седьмой версии. VMWare ESXi – это гипервизор, который устанавливается на физический сервер и позволяет запускать несколько операционных систем на одном хосткомпьютере. Эти операционные системы работают отдельно друг от друга, но могут взаимодействовать по сети. Существует платная и бесплатная версия VMWare ESXi. Функционал бесплатной версии несколько ограничен – она позволяет консолидировать на одном компьютере ограниченное количество операционных систем. Ее нельзя управлять через центральный сервер управления vCenter. Тем не менее, бесплатная версия гипервизора подключается к удаленным хранилищам, где можно создавать, хранить и использовать виртуальные машины. Итак, приступим к установке. Первое, что нужно сделать перед началом процесса установки ESXi – это скачать установочный образ. Загрузить его можно с официального сайта VMWare. Ссылку на скачивание бесплатной версии гипервизора вы получите только после регистрации. Пробный период дается на 60 дней. Этого будет вполне достаточно для ознакомления с данной системой. После загрузки образа нужно его записать на флешку или диск. Для создания загрузочного носителя можно использовать любой доступный инструмент, который поддерживает эту функцию, к примеру Rufus. Как только загрузочный носитель будет готов, можно приступать к установке. Мы установим ESXi седьмой версии на сервер HP Prolean DL380P без операционной системы. Загружаемся с установочной флешки или диска. Выбираем установочный носитель и жмем Enter для начала процесса инсталляции. После чего вы должны видеть загрузку установщика ESXi. Далее на экране появится краткая системная информация о сервере и продолжится инициализация и загрузка компонентов. По окончанию вы увидите приглашение установщика ESXi. Нажмите Enter для продолжения или Escape для отмены. Далее нужно принять лицензионное соглашение в клавиши F11. После чего начнется сканирование доступных устройств хранения для установки системы. Программа определила наш диск. Жмем Enter для продолжения установки на данный накопитель. В параметрах клавиатуры ничего не меняем. Оставляем по умолчанию US Default. Принимаем их клавиши Enter. После установщик предложит задать пароль рута, под которым нужно будет входить в консоль управления ESXi. Вводим пароль еще раз для подтверждения, а затем жмем Enter. В моем случае система установки сообщает, что процессор данного хоста может не поддерживаться в будущих версиях ESXi. Для продолжения нужно нажать Enter. Далее установщик запросит подтверждение на установку. Жмем клавишу F11. После чего должна начаться установка. После установки система попросит удалить установочный накопитель и произвести перезагрузку. Клавиша Enter. На этом процесс установки завершен. Ждем перезагрузки сервера. Итак, система запустилась. Вверху указаны краткие характеристики сервера. И ниже указаны IP-адрес сервера, через который можно к нему подключиться по сети. Если нужно его можно изменить в настройках. Открыть меню настроек можно нажав клавишу F2. Вводим логин и пароль рута. В меню настроек доступны такие функции. Изменение пароля учетной записи. Настройка сети. Перезагрузка менеджера сети. Настройка конфигурации клавиатуры. Посмотреть лог и попасть в прямую консоль. В самом низу есть сброс системных параметров. Все ранее внесенные настройки будут сброшены по умолчанию. После настройки можно будет соединиться с сервером из другого ПК данной сети. Открываем браузер и вводим IP-адрес сервера. Принимаем опасность недоверенного сертификата. На открывшейся странице указываем данные учетной записи пользователя рута. Пароль, который указали во время установки ESXi. Жмем вход. Вот так выглядит наш VM в гипервизор. Здесь указана версия ESXi и состояние. Не подключен квит-центр сервер. Следующим шагом будет развертывание и настройка виртуальной машины. Система обнаружила хранилище, определила тип диска и часть данных выделила под виртуальные машины. Также можно посмотреть параметры сети. Теперь давайте рассмотрим как создать виртуальную машину. Откройте навигатор и перейдите во вкладку виртуальные машины. В правой части окна нажмите create register VM и выберите соответствующий пункт. Создать новую виртуальную машину, развернуть виртуальную машину из файла и зарегистрировать существующую виртуальную машину. Нам нужно создать новую. Выбираем первый пункт и жмем next. На следующем этапе нужно задать имя будущей машине. Выбрать семейство операционной системы и версию. Next. Выбираем хранилище и снова жмем next. На вкладке виртуальное оборудование укажите параметры будущей виртуальной машины, количество процессоров, объем оперативной памяти, который будет выделен для виртуальной машины. Далее укажите объем дискового пространства. В группе настроек CD DVD Drive выберите тип диска, Datastore ISO файл, после чего откроется окно выбора файла. На этом этапе настройки не забудьте установить отметку «Подключаться при включении», иначе система не загрузится с диска. Далее в открывшемся окне вверху нажмите «Опловод» и укажите путь к ранее скачанному ISO образу операционной системы, а затем нажмите «Открыть». Дождитесь окончания загрузки. После отметьте его и нажмите «Выбрать». Next. Проверяем параметры и жмем finish. После чего новая машина появится в списке виртуальных машин. Теперь осталось запустить ее и установить операционную систему. Выделяем виртуальную машину и жмем Power On. Для запуска из виртуального дисковода нужно нажать любую клавишу. Процесс установки операционной системы на виртуальную машину ничем не отличается от обычной установки, просто следуйте шагам установщика. После установки операционной системы на виртуальную машину можно загружать ее и пользоваться. Оборудование для тестов предоставлено интернет-магазином serval.com.ua. В данном магазине вы найдете проверенные БУ сервера, контроллеры и другие комплектующие с гарантией по доступным ценам. Если нужно вам помогут подобрать сервер под любую задачу и бюджет. У магазина есть свой YouTube канал, где вы можете посмотреть полезные видео о технологиях и серверном оборудовании. Как восстановить утерянные данные с виртуальной машины VM-визора ESXi. Как известно, файлы виртуальных машин гипервизора ESXi хранятся на диске в разделах с файловой системой VMFS. Основная проблема состоит в том, что при выходе из строя хоста ESXi информацию, которая осталась на дисках без дополнительного софта, достать не получится. Дело в том, что классической операционной системой Windows и Linux по умолчанию не видеть разделов с файловой системой VMFS. Программа для восстановления данных Hetman Partition Recovery на данный момент не поддерживает файловую систему VMFS, но с ее помощью вы сможете просканировать диск с данной файловой системой и достать из него информацию. Если вы случайно удалили важные данные внутри виртуальной машины, просто установите, запустите программу и просканируйте накопитель, на котором лежали случайно удаленные файлы. Программа найдет эти файлы и вы сможете их вернуть. Выберите диск из которого нужно вернуть утерянные данные, кликните по нему правой кнопкой мыши и нажмите открыть. Выберите тип анализа и нажмите далее. Дождитесь окончания процесса сканирования. По завершению перейдите в каталог с удаленными файлами. Как видите программа без труда смогла их найти. Удаленные файлы помечены красным крестиком. Выделите те, которые нужно вернуть и нажмите восстановить. Укажите путь куда их сохранить. Еще раз восстановить. По завершению они будут лежать в указанном каталоге. При повреждении операционной системы на сервере или при критической ошибке в работе хоста восстановление данных немного усложняется. Так как просто подключить диск ПК с рабочей операционной системой вы не сможете достать из него информацию. Hetman Partition Recovery при анализе в режиме поиска информации файловой системы NTFS находит данные на разделах накопителя с файловой системой VMFS. В результате вы сможете получить из диска данные виртуальной машины с Windows. Откройте программу. Выделите раздел на котором лежали файлы виртуальных машин и запустите анализ. В таком случае быстрое сканирование недоступно. Выберите полный анализ. Укажите файловую систему диска виртуальной машины. В моем случае это NTFS и нажмите Далее. Как видите программе удалось найти раздел виртуальной машины с Windows и файловой системой NTFS, который расположен в доме с файловой системой VMFS. Открываем найденный раздел и видим следующее. Утилита отображает все файлы, даже те которые ранее были удалены. Они отмечены красным крестиком. Отметите те которые нужно вернуть и нажмите Восстановить. Укажите путь куда их сохранить. По завершению процесса все файлы будут лежать в указанной папке. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока.